В Чувашском государственном художественном музее прошло торжественное открытие выставки «Частная коллекция». Автором проекта является известный фотохудожник и журналист, дочь талантливого поэта Роберта Рождественского Екатерина. Она поблагодарила всех за теплый прием и поделилась впечатлениями о проведенном в Чебоксарах дне. Может быть, в этой 59-й школе и будет моим первым впечатлением, когда меня будут спрашивать, ну как там Чебоксары. Я буду рассказывать про эту школу, поэтому спасибо вам огромное, что вот такие места есть. Я сегодня ходила по музею, посмотрела картины и я очень рада, что я приехала сама, потому что это как раз те поездки, которые питают, которые обновляют, которые заставляют думать, которые заставляют писать или фотографировать, которые заставляют жить. Далее на открытии частной коллекции выступил глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Он выразил слава благодарности в адрес Екатерины. Также он отметил, что выставка такого уровня впервые в городе и что с легкой руки Екатерины они еще будут. Все больше и больше наших жителей приобщатся к искусству. Спасибо, Екатерина. Мы хотим пожелать вам новых творческих успехов и хотим сказать, что мы всегда рады видеть вас в Чебоксарах. Спасибо. Вслед за Леонидом Черкесовым слова благодарности выразил и Андрей Анохин, заместитель председателя Союза художников Чувашской республики. Он отметил, что времена остаются всегда едиными и непременно взаимосвязанными. Как-то очень странно воспринимается вот это пространственное временное ощущение картины. Тот художник в 15 веке, написавший портрет, вдруг оживает здесь новым чувством и новым временем. Работу из частной коллекции по-новому раскрывают зрителю картины известных художников разных эпох. Наши известные современники становятся героями живописных полотен прошлого. Рождественская стала снимать звезд так, как, по крайней мере, в России до нее не снимал никто. С помощью профессионального грима, костюмов и декораций. 60 фоторабот из этой серии расположились в Чувашском государственном художественном музее. Это плод работы моей команды за те 18 лет, которые исполнились в этом году. И это художник по костюмам замечательный, и художник по гриму, который всю жизнь работает на масс-фильме и делает такой пластический, серьезный театральный грим. Поставляется по всей Европе, по всей России, естественно. И вот это самое мое любимое занятие – ездить в Россию, посещать музеи, общаться с людьми и путешествовать вместе со своими работами. Раньше были художники-передвижники, а я фотограф. На открытии выставки присутствовали известные люди города и простые горожане, которые неравнодушны к ее творчеству. После торжественного открытия выставки все присутствующие поторопились рассмотреть работы Екатерины. Какое тут может быть мнение, кроме восторга? Екатерина давняя, знакомая по журналу «Карнава Караван Историй». И все ее картины всегда вызывали интерес не только у меня, а у большого количества читающих и любителей фотографии. Более того, она очень талантливо воплощает все идеи на своих фотографиях. На сегодняшний день Екатерина – автор и исполнитель 30 фото-проектов. Среди них частная коллекция, ассоциации, мужчина и женщина и многие другие. К настоящему времени ею сделано более 6000 работ и останавливаться на достигнутом Екатерина не собирается. Ольга Василик, Екатерина Янгалакова, Жень столицы.